Друзья, всех приветствую! Сегодня у меня будет распаковочка из золотого яблока, небольших подарков себе на весну. Немножко послушаем. Да, друзья, это будет не духи, это будут тени Том Форд в оттенке Golden Ming. На самом деле, это мои первые тени от этого бренда. В свое время, где-то примерно чуть менее года назад, я очень хотел познакомиться с этой маркой, на самом деле. И первое, что я у них купила, это была губная помада. Но, честно говоря, вот видите, она даже практически не использована. Мне как-то она не очень зашла. Может, потому что она довольно яркая. Хотя это именно блеск. То есть она имеет такой сатиновый блеск. И мне она кажется все-таки немножко суховатой. Ну, последнее время я что-то увлеклась тенями. И, на самом деле, посмотрев большое количество обзоров на марку Том Форд в отношении палеток теней, плюс, если учесть, что в настоящий момент их даже в Москве затестить негде, я, на самом деле, заходила в Золотое Яблоко, который находится у нас в центре флагманский магазин. И там тестеров нет. Причем ассортимент в самом магазине, он меньше, чем можно заказать в интернет-магазине. В интернет-магазине было несколько оттенков, по-моему, оттенка 4. И вот, исходя из имеющегося там выбора, я остановила свой выбор на Golden Mink. Потому что, судя по обзорам блогеров, это одни из самых, наверное, универсальных теней. Хотя многие говорят о том, что они не полноценны с точки зрения палетки. Потому что цвета все не очень яркие. Вот такая у него очень красивая коробочка. Только, я полагаю, она будет очень ляпаться. Да, здесь, кстати, действительно есть пыльник. Наверное, без него действительно не обойтись. Так. Смотрим. И вот такие вот красивые тени. Не знаю насчет вот этих аппликаторов. Возможно, для походных условий они подойдут. Но, в принципе, я тени люблю наносить своими кистями. Здесь у нас вот такая пластиковая штучка. Очень красивые сияшки, конечно, здесь. Вот эти два верхних тона. Так, ну давайте на самом деле посмотрим. По свочам я очень не терпелась. Своч я буду делать пальцем. Так, вначале начнем вот с этих. Они не совсем матовые. Они... Вот это, да. Вот это вот прям реально... Такой макияж... Очень будет нейтральный. На самом деле мне... Мне, на самом деле, этот вариант очень нравится. Потому что я не люблю очень яркие тени. Очень приятна у них текстура. Не знаю. Вот это на моей коже довольно темно смотрится. Поэтому, я думаю, он мне вполне подойдет. Для того, чтобы затемнять уголок глаза. Вот это, конечно, очень... Но у него все равно есть какой-то эффект влажности. Очень приятная шелковистая текстура у них. И, на самом деле, мне было интересно именно сияшки. Я люблю сияшки в макияже. Тем более, знаете, вот такие деликатные. Ну, посмотрите на... Насколько... То есть, они даже какую-то влажность немножко придают, мне кажется. Ну... Мне нравится. И палетка довольно, знаете, такая... Мне кажется, естественная. И как раз, мне кажется, это мой вариант. При условии, что я не очень люблю ярко краситься. Иногда я вообще практически не наношу макияж. За исключением тональника, румян и блеска для губ. Мне кажется, мне вот такая концепция теней очень даже подойдет. Я, на самом деле, очень довольна, что я выбрала именно вот эту палетку Golden Mink. Мне кажется, она очень хорошо будет именно моему световому типу и подойдет на ОСЕшки. Знаете, я не знаю, передает ли, в принципе, камера. Но хотя камера не очень хорошо передает этот эффект. Потому что, когда ты смотришь на них вживую, в них больше влажности, ощущение влажности, влажной кожи. Ну, лично мне очень интересно. А так, всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся.